Но перед началом данного видео я бы хотел во всех оповестить то, что у моей семьи Darian Empire появилась своя беседа ВКонтакте. Когда вы в неё зайдёте, вы сможете ознакомиться с новой системой повышения, с новыми рангами, с новыми правилами, и там будет всё самое важное, ребят. Также, когда вы зайдёте туда, просьба, не надо меня просить там дать денег, лучше уж написать мне в ВЛС, чем засорять этим беседу. Также, ребят, обязательно сразу ознакомьтесь с правилами, которые находятся в закреплённой записи. Но если вы хотите пообщаться с другими моими подписчиками, то просто вступайте в мой Дискорд канал. Привет всем, в сегодняшнем видеоролике мы с вами будем играть на проекте Барди ХРП на 0,4 сервере. Если ты хочешь начать играть со мной, то по ссылочке в описании обязательно скачивай игру, ну а также при регистрации на 4 сервер указываю мой ник Джон Дерриан, ну а также не забудь ввести мой промокод на R для того, чтобы получить халявные 150 тысяч вирт при достижении 3 и 5 уровня. Но в этом видеоролике я, как и обещал, покажу вам несколько способов заработать миллион. Я знаю, многие могут сказать, что за говно ты выпускаешь на свой канал, заработки это такая себе тема, но на моем канале уже более трёх месяцев не выходили видео подобного плана. Ребят, на данном моменте при монтаже я понял то, что я забыл для вас организовать конкурс, ну а также подвести итоги прошлого. Итоги прошлого конкурса на 100 рублей мы подведём с вами на стриме, который, скорее всего, придёт завтра, а может и послезавтра, посмотрим, ребят, в общем, напомните мне обязательно об этом конкурсе, ну то есть об итогах. Но также, ребят, конкурс на 1 миллион вирт. От вас потребуется подписаться на меня, включить колокольчик, поставить лайк и написать в комментариях свой ник и сервер, на котором вы играете. Я смогу вам выдать на любом сервере, потому что у меня везде есть деньги. Но также из-за того, что у моей аудитории нет опыта игры на сервере barvih.rp, и вместо того, что попрошайничать у меня всё время, они смогли бы заработать миллионы и стать богатыми, как я. Ну мне, правда, всё выдали, но это не важно. Обещаю, что этот видеоролик получился интересным и информативным, и после этого видео вы все пойдёте рубить бабло. Ну а я всем желаю приятного просмотра, ну а тем, кто кушает, желаю приятного аппетита. В общем-то, ребят, как мы только зарегистрируем аккаунт, мы окажемся на вот таком вот автовокзале. Естественно, у вас не будет 2,5 миллиона на вашем счету, потому что это мой основной аккаунт. Так же такого скина у вас не будет. В общем-то, ребят, вот, допустим, мы сейчас появились сюда, да, и что же нам делать? Во-первых, мы идём сразу же брать первый квест. Ну вот этот добычек берём и сразу же направляемся на шахту. То есть выходим отсюда, и когда мы только выйдем, ребят, ну можно не обязательно выходить. Прописываем команду MN, переходим в раздел промокоды и активируем мой промокод Nair, который вам даст 100 тысяч вирт при достижении 3-го и 5-го уровня. Вот, я просто его уже активировал. Так же, ребят, активируем ещё бонусные промокоды. Что такое бонусный промокод? Это промокод, который вам даст определённую сумму денег при отыгровке, допустим, там 3-х часов. То есть, я сейчас бонусных промокодов никаких вводить не буду, потому что я их не знаю, но я их обязательно вам вставлю на экран, и вы это всё увидите. Следующий способ заработка – это квестовые линии, ребят. Всего есть 4 квестовые линии. Путь новичка, роллплей, первые заработки и карьера, которая начинается с 7-го уровня. Ну, это самая последняя квестовая линия, в общем-то, ребят. Естественно, вы будете проходить всё постепенно. Каждая квестовая линия открывается с определённого уровня. Например, путь новичка с 1-го, роллплей с 3-го, первые заработки с 4-го и карьер, как я искал ранее, с 7-го. За эти все квестовые линии вы получите более 200 тысяч вирт, ребят. Это, на самом деле, огромные деньги. Также вы получите очки доната и также получите очки опыта, ребят. Поэтому вы быстро прокачаете уровень, купите машину, возможно, также купите что-то на донат. Ну, я вам не рекомендовал переводить, например, маленькие суммы доната. То есть, например, там 60 донат рублей, ну, как бы, вирты, потому что вы получите всего лишь 30 тысяч вирт. Лучше на что-то подкопить и, возможно, вы что-то сможете купить уникальное, а потом это перепродать. Следующий способ заработка – это рыбалка. Для того, чтобы вам начать рыбачить, вам нужно будет иметь третий уровень. Также немножечко денег для того, чтобы купить удочку. Для начала вам нужно будет купить всего лишь удочку первого уровня, которая стоит всего лишь 3,5 тысячи. Извиняюсь за этот голосовой чат. Кто-то просит кого-то подвезти. Надеюсь, вы этого не слышали. Так, ребят, потом нам нужно будет купить наживки всего. Можно купить 30. И после этого спуститься вот сюда. Сейчас вам покажу. Начать рыбачить. Нажать на кнопочку «Альт». Нажать вот эту штуку, то есть на удочку. И вы тем самым начнете рыбачить. Я не буду начинать, потому что это, во-первых, дорого. Ой, дорого – долго. А во-вторых, ну, мне это не надо. У меня деньги есть. После этого, ребят, когда вы, ну, как бы, поймаете определенную, определенный, не знаю, сколько вам, килограмм, например, там, 20 килограмм рыбы, после этого отправляетесь быстро в закусочную. И если вы успеете продать рыбу, которую вы только что наловили за, ну, первые 5 минут, то вы продадите ее за 30% дороже. То есть, допустим, она стоит там 10 тысяч, а вы продадите ее за 13. Это, ребят, на самом деле хороший способ заработка. И поэтому я вам его всем рекомендую. Он также актуален на сервере Сантроп Роллплей. Ну, следующий способ заработка, ребят, это заработок на мореплаватели и на дальнобойщики. Это уже работа подойдет для игроков с более высоким уровнем. Например, для дальнобойщика вам нужно будет четвертый уровень, а для мореплавателя шестой. Самый популярный это мореплаватель. Я сам иногда подрабатываю, когда мне не выдают деньги на покупку новых машин. Естественно, вам, ребят, деньги выдавать не будут, потому что я ютубер. И как бы я вам, ну, эти деньги вам их раздаю. Но я думаю, вы меня поняли, ребят. Ничего в этом специфического нет. Вот, допустим, я сейчас с вами телепортируюсь на мореплавателей. Давайте вот. После этого, ребят, нам нужно будет встать вот на этот пикап, взять или сдать транспорт мореплаватель. И зависит от вашего уровня скилла, какую вы машину сможете взять. Естественно, если вы только хотите начать работать, то вам будет доступна только первая лодка. Я не понимаю, что это тут такое. А, походу, много людей здесь спавнил свои лодки, но это не важно, ребят. Мне пишут, что у меня лицензия на водный транспорт. Ну, в общем, ребят, после того, как вы арендуете лодку, вы прописываете команду T-Panel. И сначала выбираете точку загрузки. Загружайте товар 247, алкоголь, продукты или автозапчасти. После этого выбираете точку разгрузки. И после этого выбираете, например, если вы загрузили алкоголь, выбираете алкоголь 1 или алкоголь 2. После этого становится у вас такая метка на карте. И после этого вам придется туда ехать. То есть вот сюда, как видите, нужно будет вот так ехать, ехать, ехать. Вот по этой дороге. И после этого вы приедете сюда И в принципе здесь можете сдавать Вон человек как раз таки подъезжает Как вы видите здесь написано выгрузка груза Вот сейчас вы увидите как человек это все выгрузит И склад немножечко пополнится Если я не ошибаюсь Ну в общем-то чтобы разгрузить вам нужно будет всего лишь посигналить Очень легко ребят На дальнобойщике ну абсолютно то же самое Просто вам будет нужно кататься не на лодках А уже на фурах Ну а следующий способ заработка Это заработок на перепродажах Ребят данный заработок актуален Уже на новых серверах То есть на старых вы вряд ли что-то словите Ну хотя всегда есть шанс что кто-то забудет оплатить И счет слетит На барвихе более актуальные заработки На перепродаже бизнесов Бизнесов и домов То есть ребят домов почти что нет Смотрите я пишу дома на аукционе Домов просто-напросто нет Также напишу здесь дома в государственной собственности И то только два дома за 200 тысяч верт И я уверен то что они находятся в какой-то жопе Поэтому их никто не покупает ребят Извиняюсь Так ребят Я вам рекомендую Если у вас есть хотя бы там Рублей 500 600 Может косарь Захотить на новые сервера То есть например там открывается Пятый сервер барвихе Я вам говорю к примеру Да Когда он будет открываться Берете и быстро ловите дом Или бизнес Потом держите его примерно у себя Ну где-то месяц Может два Ждете пока он будет прямо Ну очень Не знаю там Как правильно вам сказать это Востребованным да И в общем то Сразу его перепродаете И получаете Хорошие бабки И покупаете Такой же бизнес Но уже у другого человека Но я думаю вы меня поняли То есть вы уходите в любом случае В плюс Следующий ребят И самый уже завершающий способ заработка Это самый прибыльный Как я знаю И как мне сказали Админы А именно админ Томас Рейх За это ему отдельное спасибо Сейчас нахожусь В интерьере Украинской мафии И в общем то ребят Со второго ранга Вы уже можете Тыпзить и перепродавать оружие Ребят Это на самом деле Очень и очень выгодно Потому что вы можете Перепродавать его Семьям Той же самой Семье Шторм Или же Начи Хотя Начи не надо Потому что у нас Уже есть мафиози В семье Но в общем то В этой семье Шторм Если не ошибаюсь 2000 человек И они часто ходят на стройку В общем то берете им И тупо втыриваете эти Ну ганы По дороже Ну Очень дорого Или же просто Обычным игрокам Ребят Я говорю вам об этом По секрету То что вы можете Встюхивать Их семьям Потому что Это реально идет Честно на расхват И многие очень покупают Ребят Поэтому я вам рекомендую Идти в любую Из трех мафий Смотрите Сейчас вам покажу Сколько у нас есть Вот Украинская Азиатская И байкеры Эти все Организации И являются мафиями Как я сказал ранее Поэтому ребят Все идем на второй ранг Это сделать очень легко Там есть легкие повышения На форуме В общем то ребят Как вы это все сделаете Просто берете И перепродаете оружие Становитесь богатыми Но на данном моменте Мое видео Подходит к концу Я надеюсь оно было Для вас полезным И вы извлекли из него Что-то новое Для себя Ну а с вами был Как обычно Анаер Не забывайте Принимать участие В конкурсе Всех благодарю за просмотр Всем удачи И всем расхожих встреч Пока-пока Субтитры сделал DimaTorzok